У нас уступила репрессионная жалоба от Кристины Сергеевны, согласно которой она не согласна с приговором мирового суда, считает, что оправдание к Кристини является незаконным, необоснованным, несправедливым, принятым нарушением прежнего на статистике в 19-м ОНПК РФ. Потерпевший считает необоснованным приговор суда по следующим основаниям. Оценивая показания потерпевших, прежде всего, на уголовную ответственностью, суд пришел к категоричному выводу о том, что потерпевших в условиях войны в Пивовару. В приговоре суд выдвигает версию, указывая на повод для оговора чувство обиды, приобретенное в терпевших в ходе телефонных разговоров с ней. Указанный вывод суда, как оценка доказательств аудиозаписи телефонов переговоров, основанных каком-то неверном внутреннем убеждении в судах. Руководствуясь внутренним убеждением, суд пришел к поводу, что произошел конфликт между Хрусовым и Пивовару в связи с тем, что Пивовар решил прекратить отношения, сложившиеся между ними. Судом прогнорировал то обстоятельство, что потерпевшая Хрусова неоднократно сообщал о том, что решение о прекращении отношений было принято не Пивовару, а в Англии. Судом прогнорировал факт того, что в своих показаниях свидетель Меджина указал, что 10 сентября 1922 года видел судебных Пивоваров в квартире потерпевших Хрусовой. Судом признан недостоверными показаниями свидетеля Хрусова, являющегося отцом потерпевших Хрусовой, который сообщил, что видел лица дочери покраснение кожных походов в лица и ухо справа, в свою очередь согласно заключению наступной экспертизу Хрусова на момент обращения занят помощью у нас гематома на левой части лица и потеря слуха левым ухом. Судом прогнорированы ответы по судебному Пивовару в вопросе потерпевшихся, держащихся в протоколе судебного заседания в положении на статье 51 Конституции Российской Федерации дает гражданину право не свидетельствовать против самого себя. Таким образом, Пивоваров, давая ответы на заданные вопросы, свидетельствовал бы против себя, однако решил не сообщать суду ответы, воспользовавшись предоставленным правом. Вместе того, чтобы выразить критическое отношение к показаниям подсудимого, а также к факту отсутствия доказательств, суд согласился с его невиновностью, при этом проигнорировав наличие очевидных доказательств обратного. Продолжение приговор просит отменить и передать дело на новое судебное оперативство в суд первой инстанции для рассмотрения в одном составе суда. Также подделывали возражения на аффициентную жалобу от адвокатов, возражения на аффициентную жалобу от Пивоварова Игоревича, согласен которому, делом на аффициентную жалобу не согласен, поскольку пиклик нарушение уголовного управления в судебном разбирательстве, которое могли бы повлиять на принятые судом решения, допущено, не было. То есть поставить обратательный приговор мирового судебного участка на аффициентную жалобу от Саратовской области от 16 марта 2023 года и за заменение от лицом жалобу потерпевшей без удовлетворения. Уважаемый суд, я полностью поддерживаю все долгие сложные жалобы, часто обвинители, терпевшие в условиях. И хочу, естественно, выступить за долгие жалобы. И хочу отметить, что объективный анализ материалов уголовного дела приводит выводом об очевидной незаконности обжалован приговор мирового судебного участка номер 9-го голосования от Саратовской области, а 16 марта 2023 года необходимости ему отмены. Выпуск на несоответствии с фактическим обстоятельствами уголовного дела судом будет допущен в существенном нарушении уголовного управления закона. Суд сделал вывод о том, что показания подцеплены на жильцового подтверждения в судебном заседании по мнению суда нет объективных доказательств не только подтверждающих, что действие кивоварного причинировали керезь здоровья, но и подтверждающих факт удара и его насильственного действия, задавив руку правую руку, причинившую физическую боль и напомнившую последствию указан в статье 15-го уголовного кодекса именно со стороны посудебного. Между тем, такой вывод суда также отвергается материалом дела, содержащим совокупность относимым, пропустимым и предоставленным доказательством совершения кивоварного преступления в предусмотренном части 1-го статья 15-го года в соотношении Крусова. Показания Крусова о совершении кивоварного в отношении ее преступления последовательно нелогичны, согласуются с другими доказательствами. Не доверять ее показаниям нет никаких оснований, у Крусова нет никакого мотива для оковлений кивоварного, а мотив, установленный судом в приговоре, о проверках материалом дела. Показания Крусова подтверждаются следовыми судом, в рапортах сотрудников полиции о факте ее обращения к полиции, ее заявления в полицию от 19-го года, медицинские документы, зафиксирующие факт получения ее интересных повреждений в результате конфликта. Показания свидетелей Крусова-Меджиновой, которым вытерпевший сообщил о подошедшем 9 сентября 2022 года и видевших у нее интересные повреждения. В заключении эксперта номер 42-33 от 19-го октября 2022 года, установившим факт причинения легкого вида здоровья вытерпевшего, так сказать, возможность оборудования этих повреждений именно 9 сентября 2022 года. Показания свидетельствуют железы, подтвердившие правильные сделанные ей выводы и до старших представленных ей сведений, задержащих медицинских документов. Кроме того, доказательством принудованности Крусова является следом, с конца части селеконных разговоров между Крусовой и Крусовой, согласно которому последний неоднократно звание вытерпевших после ее обращения в полицию с заявлением о совершении их преступления. Как правильно указал суд, на действительном залном приговоре в данной записи Крусовой на протяжении селеконных разговоров отрицала применение насилия. Однако суд не учел, что Крусова, вытерпевший разговоры, многократно указал, что ему известно, что Крусова записывает разговор с ним. И угроза нестрелившегося ловить ее к отказу от уголовного преследования. Невиновный человек, который не совершал поступления, никогда не будет осуществлять таких действий в отношении к секрету. Ну и на основании уж и сложно прошел отрицательную жалобу Крусова углеклорить. Приколок горового судейского участка НРТВ, Крусова, Сарасобласть, Черного от 16 марта 23 года в отношении Привовару отменить и передать дело на новых смотрениях суд в первую инстанцию, в новом составе суда. Я. Вы можете спросить, раздражения свои вы поддерживаете? В союзе нет. Раздражения на операционную жалобу? Поддерживаете. Поддерживаете. Желаете высказать по поводу? Да нет, не хочу, Ваша честь. Это эмоционально, я не хочу сказать, значит, говорят. Нет, нет, Ваша честь. У меня нет возражений, у человека, что это операционная жалоба, она вообще не обоснована просто, кроме того, что это эмоционально высказано было же. Вот, крайне змеи. Больше возражений, Ваша честь нет. Хорошо, сажайтесь. Ваша честь, разговоры украла суды судебного участка номер 9 Балаковского района, Кулаваров Иванович Аправдин в связи с отсутствием события преступления. Доводы операционной жалобы, которые мы сегодня послушали, дополнительные доводы представителя, частного органипселя, ну, они, скажем так, объемны по своему характеру, но вместе с тем с ними категорически не согласен. Кроме того, Ваша честь, хотел бы остановиться на дополнительно изложенных сегодня доводах, а не в соответствии выводов фактических, выводов изложенных приговоров фактическим обстоятельствами дела. О том, что Кулаваров принял решение о прекращении отношений. Но он был допрошен в судебном заседании на 2-3 показания, как представитель частного огвинения может за пивовару установить, принимал он решение или не принимал, для меня непонятно. Человек говорит, что он такое решение принимал. В судебном заседании это было установлено. Все остальное является вышкой в положении, потому что они частного обвинения. Излагая несогласие с сопроводательным приговором, потерпевшая указала ему необоснованность, изложила свою оценку в доказательстве по делу, несоответствующую фактически установленную ход судебного возбирательства обстоятельствами. При этом вывод потерпевшей от признания первого вины в судебном заседании полностью не соответствует тем свидетельствам, которые происходили в ходе судебного заседания. Воларов сообщил, что никаких преступлений в отношениях Руслова не совершал, а вот это предположение о том, что он признал глину основанно на его позиции об отказе от дачи показания. Вот и все. Ну, вообще, если у нас когда-то, что на значение полкового судебной медицинской дискартизы, я уже говорил, что медицинские документы, они содержат результаты и лопатронных и лопатронные методы, что такое? Это анализ, анализ крови, общий анализ крови, общий анализ мочи. Все эти анализы в условиях анализ, результаты лопатронных следований есть. Они здесь не имеют никакого значения совершенно для установления тех диагнозов, которые им установлены. значение для установления а здесь нет также есть но они здесь совершенно не не могут показать потому что до его установления достаточно симптоматик а здесь нет поэтому эксперты очень лукаво они написали заключение что выражаясь что я не ясный характер я его объяснить не могу и он не смог было объяснить даже на основании вложенном калорий статей 207 я прошу подозначить подробную судебно-медицинскую средизм в отношении круглого шестердгина по активному волосу которые поставлены ранее под производство судебно-медицинских специалистов проведение экспертиза прошу получить федеральному государственным казённым учреждениям судебно-экспертный центр следственного комитета российской федерации город москва улице строительство 8 корпус 2 разрешение экспертов поставить эти четвертые вопросы и следственные суды условия какого характера количества признаться неконечно образование степи тяжест каждого следственного повреждения какого давность образования следственного повреждения могли ли они пусть получше во время прописается указано осветление частного обвинения таким орудием каким способом причинят дорожным окном их повреждениям ваше честь Неоднократно исследовался этот вопрос в ходе судебного заседания каких-либо оснований, предусмотренных законом представителям частного обвинителя и частным обвинителям сегодня для назначения повторной экспертизы. Сегодня приведено не было, поэтому полагаю, что оснований для назначения повторной экспертизы не имеется. Если изложено, в вашей честь, полагаю, что никаких оснований для назначения повторной экспертизы в ходе волонтера не имеется. Долгое частное обвинение направлено на затягивание судебного заседания. Прошу ответить на дальнейшее расстояние. Прошу ответить на дальнейшее расстояние. На усмотрении сторон dobrze, пожалуйста. На усмотрении сторон unpreu». «Существует установление, в Teles próprio судебного заседания я вызывал из Креп ludwy, Ястреб и Бажанна из Киркива на 11 мая в 14-й судебной смене, остального hungесja». Субтитры сделал DimaTorzok